Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Жанна, и сегодня я хочу с вами поговорить на тему дружбы. Я вам расскажу ситуацию, которая недавно произошла со мной в моей жизни, и также хочу поделиться своим опытом, и хотелось бы услышать ваших советов, поэтому досмотрите, пожалуйста, видео до конца. Итак, начну я с предыстории. Если вы следите за моим инстаграмом, а он, кстати, вот, то вы знаете, что я занимаюсь волонтерством в свободное от работы время, то есть я волонтер по бездомным животным. Что означает волонтер? Волонтер это человек, который занимается бездомным животным, и который находит ему дом, то есть забирает его с улицы, помещает в клинику, вылечивает и находит ему любящие ручки. И так, такой деятельностью я занимаюсь уже больше года, и, честно вам скажу, она мне доставляет неимоверное удовольствие. Я люблю помогать бездомным животным. Безусловно, есть подписчики, которые помогают финансово, за что ему огромное спасибо, да, на лечение бездомных животных. Но в основном я оплачиваю эти все расходы сама, и чаще всего это деньги, допустим, с рекламы на YouTube, либо же это могут быть какие-то мои личные средства, такое очень часто бывало, когда я свои личные деньги относила. То есть, безусловно, для меня тема помощи животных, она для меня очень актуальна. Я люблю помогать животным, и не чуточки этому не стесняюсь, я об этом очень часто пишу в Instagram, поэтому мне будет очень приятно, если вы на меня подпишетесь. И, конечно же, я всегда неравнодушно отношусь к людям, которые тоже любят животных, любят им помогать. В общем говоря, была семья из котят, да, мама их погибла, и котята остались одни абсолютно на улице, и всех котят уже худо-бедно разобрали. И остался один котенок, который жил на улице. Вот. И котенка этого мы назвали уже позже немножечко Кузя. Он был очень несчастный, он был очень-очень худой. И никто его не хотел забирать, поскольку у него был очень простой окрас. Но в один момент я переписывалась на фейсбуке, и я предложила его одной женщине, но она не захотела его забирать, потому что у нее уже был кот, вот. Но она предложила помочь оплатить передержку, и, как бы, анализы для Кузи, и на первое время передержку. Безусловно, мы согласились, и отправили этого котенка мы забрали с улицы, да, для того, чтобы ему найти дом, и для того, чтобы поместить в клинику. Когда пришло, в принципе, первые пять дней, да, вот, после того, как мы его пролечили, у меня еще была, в принципе, слабая надежда, что эта женщина заберет этого котенка, но, увы, она отказалась, вот, говорит, что, ну, как бы, у нее не получается, потому что он часто в разъездах, в общем, вот такая вот ситуация, и получается, что за котенка этого дальше нужно платить. У нас очень хороший врач-витклиника, в которой я обслуживаюсь вместе со своими животными, в которой я лечу подопечных животных. Просто замечательный врач, она и как человек, и как специалист, и очень часто она волонтером, то бишь, нам, которых она очень хорошо знает, да, она очень часто идет на уступки, и частично она нам позволяет, как бы, в долг. Один день пребывания котенка в клинике, это по нашей договоренности, да, это стоит 50 гривен в сутки, соответственно, в месяц это набегает около ползеры тысячи гривен, только за передержку, также еще отдельно, ну, нам покупается корм, отдельно в мокрый корм, влажный корм, и, безусловно, отдельно медикаменты. Но очень часто бывает, что нашему врачу, спасибо ей большое, она лечит бесплатно наших животных, вот, если у нее есть, как бы, те лекарства, да, которые она может, ну, позволить, так сказать, пожертвовать, вот, то она лечит без дома, что бесплатно, и за деньги чаще всего покупается только корм, и, конечно же, оплачивается передержка, то бишь, работа врача. То, что котенок сыт, здоров в клинике, за то, что за ним убираются трудненькие клиники, это все тоже стоит денег, и это соответствующе оплачивается. Но, помимо того, что на тот момент был котенок Кузя, также еще был котенок Боня, это метис русской голубой кошки, который тоже жил вместе с Кузей, просто под открытым небом, под ларьком. Мы его тоже приняли решение забирать с улицы, поскольку он в тот момент холодал, он очень сильно мерз, и он просто мог сидеть на дереве в практически уже минусовую температуру, и было животным очень жалко, поэтому двое котиков оказалось на передержках. Месяц это было около трех тысяч гривен, это, на самом деле, очень большая сумма, если вы живете, допустим, не с родителями, да, не в своей квартире, если вы снимаете квартиру, у меня на тот момент две аренды было, эта квартира и салон в аренде, и вот еще на тот момент был обязательный платеж, каждый месяц еще три тысячи гривен. Конечно же, это были очень большие деньги, очень большие расходы, ну, было, честно вам скажу, немножко накладно. Вот, когда я каждую неделю понимала, что у меня плюс семьсот, прошла неделя в клинике, у меня плюс семьсот, плюс семьсот, плюс семьсот, каждую неделю капает, плюс семьсот гривен, это за двоих животных, плюс еще влажный корм в удвоенном количестве, плюс сухой корм, это достаточно большие деньги. Безусловно, были подписчики, которые помогали, за что им огромное спасибо, они просто не дали погибнуть в этой куче долгов, и большое спасибо, конечно, за нашу врачу Ирине, которая идет на уступки всегда, и которая вот понимает всю эту ситуацию, она позволяет это, так сказать, в рассрочку платить, то есть расплачиваться частями, да, потому что там в один момент он набегал долг, по-моему, около двух или двух с половиной тысяч гривен, вот мы потом постепенно этот долг погашали. Когда ситуация оказалась катастрофической, и в клинике было двое животных на пристройстве, на тот момент у меня не совсем гладко шли дела, и я понимала, что животные на пристройстве, да, они, безусловно, назад уже на улицу не пойдут, и если я уже взялась ответственность их курировать, я должна их довести до своего логического завершения, да, то бишь, до того момента, пока им не найдется дом. И поскольку ситуация на тот момент с финансами была напряжной, на самом деле за одного котенка платить, это, ну, вполне посильная сумма, да, это 50 гривен в день, там, плюс корм, то за двоих животных ежедневно платить, это достаточно, достаточно накладно. Рассказала я вам предысторию, плавно мы перетекаем в историю про дружбу. На тот момент было несколько девочек, с которыми я общалась, мы познакомились посредством канала на ютубе, то я знала, что эти девочки тоже очень любят животных, что у них тоже есть дома животное, вот, породистая кошечка. И на тот момент, когда ситуация уже стала выходить из-под контроля, когда был очень большой долг в клинике, то я приняла решение обратиться к этим девочкам с вопросом о том, могут ли они забрать самого младшего котенка, который у нас живет в клинике, который абсолютно здоров и пролечен, смогут ли они забрать к себе на передержку, поскольку у девочек была несъемная квартира. Я решила к ней обратиться с таким вопросом. Безусловно, это был, изначально говорю, что это был именно вопрос, получится ли у человека. Безусловно, когда я задаю такие вопросы, то я уже услышу практически любой ответ. Это сделано было, во-первых, по двум причинам. Первая, для того, чтобы снизить финансовую нагрузку. Вторая причина, это для того, чтобы четырехмесячный котенок адаптировался и больше привык к людям, больше привык к домашней обстановке, для того, чтобы он немножко больше социализировался. Он на тот момент был ласковым, но все равно проживание в семье делает с бездомными животными чудеса. И, конечно же, социализация, это очень важная часть перестройства. И девочки согласились взять это животное на передержку, для того, чтобы передерживать их на застекленном балконе. Это была прекрасная новость, и я такая воодушевленная дурочка на тот момент. Я была очень рада, что они согласились. Девочки жили на другом конце города. От меня так это вообще просто другой конец города. Соответственно, для того, чтобы у котенка все было, был куплен лоточек, был куплен наполнитель, были потрачены деньги на такси, потом еще корм купили, и, в общем, всякие такие мелочи. И, в общем, котенок им был привезен, доставлен. Они к нему, конечно же, с большим позитивом вначале отнеслись. Все было хорошо, у меня душа была спокойна, что это животное, я его буду активно пиарить в социальных сетях. И пока он будет искать дом, то девочки смогут его поддержать, сможет он с ним пожить. И я вот на этих радостях, я даже влог записала о том, как Кузя едет на передержку. Мне было очень радостно, очень тепло на душе, что появились такие люди, с которыми я общалась на тот момент, с которыми я на тот момент дружила очень тесно. И мне было очень приятно, что такие люди согласились. Потом я даже видела, что они выставляли фотографии в социальных сетях с этим котенком. Ну, в общем, мне было действительно очень приятно, что котенок находится в домашней атмосфере. Безусловно, я то, что они согласились взять котенка, и дальше я его планировала перестраивать. Котенкам все было хорошо у девочек, они выставляли фото в Инстаграм. Потом наступает такой момент, что к одной из девочек приходит старшая сестра, смотрит на этого котенка, который там живет, и говорит, она на него посмотрела, сказала, что это больной котенок, что у него лишай, хотя это не так, и котенок до этого был обследован в клинике. Она сказала, что это котенок с улицы, и зачем он ему нужен, потому что у них есть породистая кошка. Она сказала, что этот котенок больной, вообще чем вы занимаетесь, такого котенка вообще не пристроить, и не знаю, может быть, из-за его обычного окраса, хотя я считаю, что не окрас главное, не порода, а главное, какое животное по характеру. Я лично никогда не смотрю на окрас, и я никогда лично не смотрю, там породишься животное или нет. Но это ладно, конечно, все люди разные, и этот момент мы упустим. И, конечно же, девочки после ее прихода, они начинают названивать нам, и названивать, и говорить о том, что котенок больной. И, в общем, говорят, звонит одна из девочек, и говорит, а ты знала, что у Кузи лишай? На секундочку, до этого это животное находилось в клинике, оно обследовано было нашим врачом, от и до пролечено, от всевозможных уличных болячек, там мы, когда к ним привезли, непосредственно Кузю, мы ему купили специальную пипетку от блохи, от клещей, и от различных паразитов, и такой поворот событий для меня был очень, очень странный. С учетом того, что у них была породистая кошка, то началась такая паника, и эта информация мне высказывалась каким-то наездом. Безусловно, я понимаю, опасения за свое животное. Когда мы забирали Кузю из клиники, врач дала нам заключение, что он полностью здоров, что она его обследовала. Через день опять звонок, говорит, что все, котенок больной, он, говорит, какает по носам. Ну, девочки, простите за такие подробности, но животное, вообще маленькие котята, у них до года может быть нестабильный стул, и то, что животное какает по носу, может быть куча вообще причин. Тысячи этому может быть причин. Первое, это то, что может не подходить корм, потому что девочки кормили своим каким-то супернатуральным кормом вот для животных. Второе, это то, что животное от стресса, потому что мы ехали через весь город, и в первое время в адаптации животное может стрессовать, из-за этого у него может нарушаться стул, в этом нет ничего такого катастрофичного. Если у человека, простите, по носу, это не значит, что он вообще неизлечимо болен. Звонит одна из девочек и говорит, в общем, котенок тут пукает, у него газы, он нам сейчас все стены дома пропукает. И, в общем, начали они уже звонить и говорить про этого котенка с таким негативом. Поначалу, конечно, я пыталась успокаивать, мы пытались успокаивать их, говорить, что все нормально, что ничего в этом страшного нет, потому что котенок там может как-то жидко сходить в туалет. И мы позвонили нашему врачу, она сказала, какое лекарство купить, и мы вроде как договорились о том, что мы передадим это лекарство. Вот, и поскольку в тот момент я много работала, не было возможности съездить девочкам на другой конец города и передать лекарство. На пару дней было затишье, вот, но потом опять начались звонки и какой-то вот такой вообще, знаете, негатив, что сестра им сказала, что этого котенка вообще нереально пристроить. А что будет, если не найдутся хозяева? На самом деле мы пристраиваем животных и больших, и маленьких, и всегда есть возможность найти хороший хозяев, хороший дом. Просто есть вопрос времени, да. И с девочками, когда мы им переносили на передержку, мы говорили о том, что мы ищем хозяев, и что, возможно, займет-то какое-то время, да. Хозяева ни за день, ни за два, ни за три, и даже за неделю не находятся. И что поиск хозяев займет какой-то определенный период. Когда уже продолжились звонки, и в этих звонках выражался реально вот негатив к этому котенку, а вот у нас породистая кошка, а что с ней будет, и бла-бла-бла. Ну, животное было, когда уезжало из клиники, оно было полностью здоровым. Потом уже нам начали рассказывать, что там есть какой-то мифический лишай, хотя его не было. И вот такого вот рода информация, знаете, про бездомного котенка, который, блин, жил пол своей жизни на улице в холоде, но он реально не заслуживал того негатива, и той вообще ужасной ситуации, в которую он попал, и уже начали как бы закрадываться мысли, что девочки на волне этого негатива, на волне этого страха, потому что старшая сестра одну из них напугала его, что они возьмут, и его куда-то вынесут, выкинут, либо еще что-то с ним сделать. Поэтому было принято решение, после очередного звонка, мы забираем животное назад в клинику, я сорвалась с работы, поехала на такси на другой конец города, забрала этого котенка, котенка вынесли. Одна из девочек, вторая не вышла, котенок просто там вообще неизлечимо болен, его вообще нереально пристроить. И вышла эта девочка, и просто отдала котенка, и сказала, что вот мы нашу кошку сейчас повезем срочно к ветеринару, потому что ваш там котенок, а-ля чуть ли неизлечимо болен лишаем. Вот, ну вот такого порядка негатив, то есть, они, кто-то им, им, им сказали, что есть у котенка лишая, они поверили, хотя, ну, был специалист, который смотрел, вот, этого котенка, и он говорил, что лишая нет. Простите, если у ребенка будет лишая, то что, его в детдом сразу отдавать, или что? Ну, даже если бы он был, и делят на породистых и не породистых. Если это котенок с улицы, то можно с ним вот так вот обращаться. Ну, за это время мы, ну, за это время, пока вся эта ситуация происходила, было очень много переписок, было очень много звонков, я со своей стороны пыталась убедить, и сказать, что все хорошо, но моему терпению тоже пришел конец, и изначально в этой ситуации я хотела как лучше, я хотела, чтобы котенок адаптировался, для того, чтобы он пожил в каком-то семейном кругу, в семейной поддержке, но, как видите, это не судьба. После этого, да, когда я написала про эту ситуацию в инстаграме, просто с матами, появилась такая грязь в инстаграме, когда я написала, при том, что я написала без имен, при том, что я написала просто про эту ситуацию, да, я не говорила, что там девочки плохие, либо что девочки в чем-то виноваты, я не говорила, и по-прежнему я это не говорю, я просто написала о том, что произошла такая ситуация, дали на передержку, нам вернули, поскольку котёнок пукает, да, то есть всё, что их смущало, это что котёнок пукает и что якобы он пропукает вообще квартиру, честно, ну, я сейчас сижу, рассказываю это, мне смешно такое, слышать, что кто-то может пропукать, а как люди, простите, в туалет ходят, вообще, на самом деле, без комментариев, да, и точно так же написала в инстаграм эту всю ситуацию, поскольку девочки были подписаны на меня, то началась вообще вот такая вот всякая грязь, они начали писать в комментариях, что мы там зарабатываем на животных, поместите его в клинику, найдите ему хозяев, прекрасно, я вообще буду только вообще рада, если все так будут якобы зарабатывать, манипуляции, да, которые достаточно дорогостоящие в клинике, да, передержку, гостиницы чаще всего оплачиваются на 80%, это из собственного кармана, вот, и 20% это то, что могут помочь подписчики, за что я им очень-очень большая благодарность, также я все деньги, которые получаю с рекламы на ютубе, и все деньги с рекламы на ютубе, они так же идут на оплату передержек бездомных животных, поэтому рассказывать о том, что кто-то тут что-то зарабатывает, это очень глупо, в общем, появилась такая вся грязь, типа, а вы знаете, что они отдают больных животных и так далее, хотя то, что они говорили, что есть якобы лишай, что якобы котенок пукает, в общем, они уже там в интернете вычитали всякие страшилки, что это чуть ли не реально пуканье и лишай, это просто смертельная болезнь, и когда мы позвонили врачу нашему и рассказали всю эту ситуацию, то врач говорит, что нужно понимать, что, конечно же, котенок же он с улицы, а не с салона красоты, как сказала наш врач, и, конечно же, у него могут быть какие-то нюансы, он может привыкать к новому питанию, да, он может привыкать к людям, у него может быть стресс первое время, это абсолютно нормально, что у животных вот может быть жидкий стул, и в этом нет ничего такого, точно так же говорили, что если там есть где-то блохи, либо еще какой-то такой нюанс, что это абсолютно излечимо, и ничего в этом страшного нет. Через две недели, в общем, котенок оказался опять в клинике, и эта ситуация я бы просто забыла, и дальше бы я даже, если честно, и не снимала бы видео, если бы ни одно но. Котенок Кузин нашел семью вот в нашем районе, сейчас стерилизовали, и сейчас он живет в семье, но ситуация с этими девочками, она имела продолжение, после которой я решила сделать свои определенные выводы. После этой ситуации прошел практически, не знаю, прошло практически восемь месяцев, и так раздается звонок одной из этих девочек, и говорит, что наша породистая кошка заболела чумкой, и поскольку она контактировала только с вашим Кузи, который жил на передержке. Поэтому, девочки, я надеюсь, что вы нам будете помогать, вот полторы тысячи гривен каждый день стоит лечение кошки. И вообще честно, я уже забыла про этих девочек, но когда мне позвонили с такой просьбой, я, если честно, была в шоке, естественно, мы набрали нашего врача Ирину, и она сказала, что девочки походу в отпуск собрались, и решили денег просто срубить. Говорит, что если бы чумкой была, то инкубационный период там был 21 день, и кошка бы заболела как минимум в тот месяц, когда жил этот котенок. А через восемь месяцев она уже не может заболеть, и с этим котенком было все хорошо, поскольку он еще жил много месяцев в клинике, и в семье у него все хорошо, и животные в клинике чумка не переболели. Девочки сказали о том, что вот мы им должны еще по полторы тысячи гривен каждый день оплачивать, и меня это, конечно же, очень сильно возмутило, и им был дан ответ, что котенок здоров, что у нас все хорошо. Под лейкопением кошачью, да, это кошачья чумка, ее можно подхватить просто где угодно, ее можно на обуви привезти, ее можно на верхней одежде принести, с обувью, с грязью можно принести такую болезнь привитому животному. То их кошка заболела через год практически после того, как этого котенка от них увезли, это абсолютно не наша вина, но девочки почему-то посчитали, что им должны оплачивать лечение. И меня в такой ситуации очень сильно расстраивают люди, которые с тобой дружат, когда у тебя все хорошо, они с тобой дружат из-за определенного социального статуса, но как только требуется твоя помощь и требуются какие-то реальные действия, да, в подтверждение этой дружбы, то дружба очень и очень быстро заканчивается. Как-то мысли на них сердиться и так далее, ну вернули и вернули, это дело добровольное, и никто котенка Кузя не просил у них оставлять на всю жизнь, но после того, как они начали писать такой негатив в инстаграме, потом его же удалять, после того, как начали там с матами что-то писать и так далее, то я просто сделала вывод о том, что сейчас очень редко на самом деле можно встретить людей, которые, во-первых, искренне любят животных, да, и которые думают своей головой и не думают головой чужих людей, которые живут своими собственными мыслями и не ориентируются ни на кого, потому что для меня самое ужасное вообще в этой всей истории в том, что пострадало просто животное, которое туда-сюда, туда-сюда, назад вот так вот возили, и что сейчас очень тяжело, в принципе, во взрослом возрасте, да, встретить каких-то людей, друзей, с которыми ты будешь на одной волне, которые будут разделять твои интересы, потому что в моем окружении, на самом деле, очень мало людей, которые разделяют мой интерес и мою любовь к работе, очень мало людей, которые разделяют помощь к бездомным животным. В очередной раз для меня это урок сделать вывод о том, какое окружение мне подходит или нет. По поводу дружбы, то я могу сказать, что большинство людей в наше время почему-то готовы дружить просто, когда им удобно, готовы дружить ради социального статуса, ради каких-то допов, вот, которые могут получить от друзей, но как только нужна реальная помощь и нужны реальные действия, то этого абсолютно нет, и я, если честно, я очень была разочарована в том, что вместо того, чтобы как-то мирно решить эту ситуацию, эта ситуация решилась вот таким вот образом. Я очень рада, что нет таких людей в моем окружении, да, которые так себя ведут, и, наверное, я рада, что случилась эта ситуация, потому что человек мог подставить в каком-то другом моменте, да, в каком-то другом решении, и очень многие люди рассказывают про свою бездомную, безграничную любовь к бездомным животным, но когда есть реальная возможность помогать животным, то чаще всего это просто ограничивается на словах. И есть прекрасная фраза, с которой я согласна просто на 100%, что лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. В данный момент я сделала вывод о том, что дружба это такая вещь, которая, мне кажется, она зарождается в школьном возрасте, да, в институтские годы, но чем старше ты становишься, да, то тем сложнее, в принципе, найти в своем окружении друзей, тем сложнее найти в своем окружении людей, с которыми ты действительно будешь близок по духу. Так сложилось, что у меня достаточно хорошо всегда тьфу-тьфу-тьфу складываются отношения на работе, и очень часто так бывает, что я нахожусь в себе приятелец среди коллег, вот, среди парикмахеров. Но я слышала также такую фразу о том, что дружба со временем становится настолько ценным каким-то явлением, что с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее находить новых друзей. И очень многие люди, вот, как студенческие, там, в школьные годы, вот, они как подружились, так они идут по жизни дальше. 25-30 лет, то очень-очень тяжело найти близких по духу людей, с которыми ты действительно сдружишься и будешь на одной волне. Для меня дружба — это всегда быть на стороне друга, даже если человек неправ. И у меня очень мало таких людей, которые на это способны, потому что чаще всего очень многие дружбу путают с понятием приятельства. Поэтому вот такое вот у меня было видео. Напишите, что вы думаете по поводу этой ситуации и как вы вообще ее оцениваете. Напишите, что бы вы делали на моем месте. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok